так и взмолились они слышно голос нет расскажи нам пожалуйста тактику по грану чего что ли он или это это максимум 25 героек ну что поделать пришлось рассказывать значит гильдия dark stars я у вас я попытаюсь рассказать тактику на холиона начнем мы с основ со способности его наша группа вконтакте вот если вы напишите в поисковике тактика на холиона будете смотреть на разных сайтах то когда нибудь вы попадете на такой сайт где написаны способности холиона не будем учитывать пока что что-то для десятки просто мы прочитаем способности сумеречная точность насчет ее я не уверен работает на сервере или нет но должно вроде как уменьшать шансы уклонения от его атак на 20 процентов то есть танка бьет так как у меня меньше хоть это ему не пишется дебаг не вешается на холиона должен висеть есть шанс попасть в дании холиона по танку на 5 процентов удар хвостом это сзади где хвост где помпочка такая он наносит урон и глушает поможем на 2 секунды или на 3 рассекающий удар по недавним свидетелям информацию такой человек как на рексис у нас доставил 11-12 секунд каждый происходит рассекающий удар перед мордой холиона возле танка то есть пробегать там где стоит танк под лапами перед ними нельзя вы можете быть расчетным ударом паска 10 целей это ваша будет физическая реальность читаем демочной бой огненно дыханием здесь очень просто геройки она по моему по 47000 бьет подсорки 47000 без учета речет резистор метеор в героике 50 80 или 70 тысяч это в радиусе 8 метров кружочек такой или 15 метров вот из него мы выбегаем там появляется 4 ручка пламени в случайных направлениях это мы тоже все знаем это вот огонь который дамажит геройки по моему по 11 или по 10 тысяч должен дамажить в секунду или в 2 секунды здесь неизвестно но на нашем сервере по моему в секунду бьет очень быстро то есть стоять ему категорически нельзя плащий огонь это метка это как проклятие как магия считается диспалить себя могут джоиды маги присты ну и некоторые классы паладинник то магию можете проклятие диспалить смысл метки она тикает когда ее повешали появляется у него эти стаки помимо урона который по нему проходит на нем еще стаки есть от количества стаков зависит размер лужи которая появится после рассеивания этой метки тут написано что его можно отрезистить то есть если предугадать на кого будет вешаться то панцирь допустим может срезистить эту метку но мы этого внимания не берем здесь написано что влияет на размер лужи возгорание это дота которая активируется после снятия дебаффа и она вешается только на тех кто стоит в зоне взрыва то есть стоит в этой лужи есть что она откидывает это огненная метка огненная лужа если рядом с ней стрелять с человеком с которого здесь палят то вас будет откидывать метров 20 на 30 вот как раз это и есть механика откидывания насчет героической я не знаю по-моему обычно тоже откидывает потому что нет но мы про героек так что у нас откидывает ватиме суммичная реальность они будут сумморок тима называем темное дыхание логично огненному он также бьет 47000 без учета резистов или на полумрака здесь написано 3000 это обычная сложность героической по моему четыре с половиной без учета резистов каждые две секунды по поводу туров он захиливается хилами таким как верду то есть те кто ходует перед по массе всякими бонями ростами лезвие лучики шарики это все на видео еще посмотрим сложном режиме здесь написано 4 сектора так лезвие конкретно про лезвие вот здесь написано для обычной сложности вот эти цифры наносит они по моему в секунду и тикать быстрее чем раз секунду значит два раза в секунду ну примерно считайте что в полсекунды там два раза два это ландшот герорической сложности эти цифры как минимум два раза больше вот здесь написано даже больше чем два раза не тикут 40 по 30 тысяч не знаю как у нас точно на сервере но это ландшот метка поглощение души это аналогичный свет только если рядом с игроком стоять то будет вас засасывать в эту метку поэтому нужно не стоять это касается хан ханта хан должен ближе к ряду подходить в тот момент когда человек какой-то носит метку если он не делает тут соответственно написано про стаки то что есть макси стенки на выносите это все дальше подробно рассмотрим понятно значит какие способности следующее самое главное что нужно понять первая-вторая это очень просто на них падать нельзя нужно все идеально знать третья фаза самая сложная для рэва для танков и хилов ну и также напряженная для дд для любых дд для напула для всех самая важная способность это материальность что нужно понять всем что смена материальности происходит каждые 15 секунд он будет получать баф который изменяет получаемый и наносим в зависимости от того какой урон проходит по второму аспекту то есть вы бьете его сильнее в сумеречной реальности он начинает получать и наносить меньше урона в ней и больше физической реальности всего один связанности этого бафа ну а для тактики зерга которые мы рассматривали это когда были в адептах когда мы убивали по ней актуально было знать про все виды этого бафа про эти проценты сейчас для нас актуально знать только получается три или четыре виды бафа но первая материальность когда 50 это вот это вот описание обычный урон который на первой и второй фазе следующая если наносимый урон увеличен на 15 процентов и получаем увеличен на 20 процентов это значит материальность 60 следующая 70 следующая 80 следующая 90 следующая 100 чтобы понимали урон увеличены на 200 процентов учитывая что он будет по 30 тысяч по 37 по танку этого шоу 70 процентов материальности это тоже очень сложно выжить и почти нереально на цикл поэтому мы играем на материальностях на процентах таких как 40 50 60 так объем стандартно следующая носим уровень уменьшим на 10 и получаем их уменьшен на 15 это 40 процентов материальности что нужно понимать игрокам когда вверху экрана я даже покажу где это находится где-то ты пишешь когда выкрали написано 40 циферках 40 процентов материальности, то ваша материальность должна либо стопнуть дамаг, либо если у вас тьма, то вы не стопаете, и в свету просто сильнее бьют. Либо если в свету кто-то упал, или они бьют в данный момент трэш, с трэшом проблемы там не могут пить быстро, то вы стопаете. По команде это все делается, но, как правило, урон очень большой у наших рейдов, и тьма не стопает на 40, и в душе становится 50%. Но для света очень важно, так как дд в свету в наших рейдах очень много, во тьме всего лишь 5 дд, один танк трехила, они не смогут никак передамажить свет, так как в свету очень много дот вешается на босса, и в свету, когда становится материальность 40%, во-первых, эффективность дд падает на 15%, хоть их или он бьет меньше, это самое важное, что нужно понять для людей, кто-то играет в свету, нужно сразу стопнуть урон по боссу, не бить его, не обновлять доты, стопнуть автоатаку, убрать питомцев. Это делается по команде РЛ, но не думайте, что если РЛ не скомандовал, этого не надо делать, потому как, если РЛ запутался, засмотрелся в небо и так далее, если РЛ опоздал на 5 секунд, это может быть фатальным, потому как, если вы продолжите наносить урон, вы можете пересилить урон 5 человек из тьмы и сделать материальность 30, что в свою очередь приведет к тому, что урон в свету по танку уменьшится на 20, урон по холеону уменьшится на 35, то есть ваша эффективность еще упадет, и вы, ну грубо говоря, я бы плохим словом вас назвал, а вставать, произойдет следующее, в тьме материальность будет 70, вот она, так, нет 70, по-моему, вот это, так, вот это 60, вот это 70, получаемый урон будет выше на 50%, да, там дамагеры смогут больше ДПС, мы их всего 5, урон по танку увеличен на 30%, это будет около, ну, 43 тысячи, там, 45 тысяч будет проходить по танку, учитывая, что наши танки от 58 кончат от 56 до 64-5 тысяч хп, то, как и в 50% материальности их убьет за 2 удара, ну, просто захилить такое количество урона будет намного сложнее. Вот что самое главное нужно понимать на третьей фазе, остальное касается трэша, который появляется из тела. Здесь нам про это не пишут, здесь все стандартное, основа, база, знания на способности дракона и так далее, вся вот эта ерунда. Закрываем. Теперь мне хотелось бы представить картинку вам, здесь, конкретно гайд, но есть проблема, гайд озвучен на английском языке, и я попытаюсь для вас перевести какую-то часть, которую я смогу, ну, по крайней мере, приличную часть, и донести до вас с инвесной тактики на холиона, что и как делать, и вы наглядно это все увидите. Это относится к базовым знаниям, то, что нужно и необходимо знать, когда вы введете в рубиновое святилище на холионе. Ну вот, человек поприветствовал, говорит, вот это гайд, типа на холиона, и говорит, что если у вас есть проблемы с убийством холиона, вот он рассказывает, как себя надо вести. Он рассказывает о том, как выносить метку. Вот если вы бьете в рубиновое святилище, тогда он показывает. Вот так нужно выносить метку к краю. Он говорит, что не нужно пятиться, как дурачок, как он показал, нужно просто быстро повернуться и вынести. Вот, к стенке, все правильно. Это все на реакцию, то есть здесь показывается, как возьмем выносить. Ну здесь говорится о том, что танк должен на маунте садрить босса, чтобы он остался в центре. Это делается для контроля метеора и меток. Говорит о том, что с метеора в героической сложности для спальки появляется элементарный, большой и маленький. Вот они показаны. Если маленькие находятся с большим, то они вырастают. Для этого нужно держать их раздельно, большого и маленьких элементарий. Он говорит, что нужно 4 танка, намольгаем в 2, ой, в 3 танка. Все стоят в этом кружочке, вот, в негеранже, где бьют медики, для того, чтобы контролировать место, куда будут падать метки. Они идут к человеку в рейд, но они находят себя под декой, декой и декой. Вот лужу АДК разъел, это для того, чтобы они элементарно убили сразу хилов, но пошли на танк и на АДК, с ДК там изыгра. Ну, здесь говорится ОДД, переключается в большого элементара, чтобы его убивать. Если вы получили метку перед метеором, то вы должны бежать вот в ту сторону, как сейчас показывается на видео, за спиной в боссе, и вы можете бежать вокруг, с вас дисплеили, и дужа, дужа вас не убьет. Также дыхание вас не убьет. Здесь он что-то говорит о героике типа спула, но мы это используем. Ну, задача, соответственно, перейти в два метеора, на вторую фазу, то есть до 75% босса любить. У нас это достигается, так это у нас рейд фуллоба. Первый должен заходить на танк, который значит тьму, потом пара хлоп, который выхилят, а потом все остальные. Ну, здесь говорится о том, что танк должен отвернуть босса от места, где уходят люди, но мы заходим в одной точке танк, просто с одной стороны, перед с другой, для того, чтобы не попасть под моргой хаброна, где вы можете получить клир. Ну, вот что происходит, если вы заходите там, где моргой босса, там он успел развернуть босса, и убивает много людей сразу. 10 человек рассекает. Вторая фаза, очень интересная тем, что у нас два лезвия, 4 шарика. Ну, для начала лезвия. Они тут говорят о том, что они доверяют танку, который смотрит на шарики и крутых лев. То есть всегда сбоку вы будете в безопасности. Если кто-то умирает в вашем рейде от лезвия, вы можете пригласить посмотреть это видео. Самое сложное в этом, это одновременно метка с лезвиями, вот показано, что вы должны бежать примерно по сей день, между другими шариками, и двигаться вперед. Отлично, показано. Вот тут для охотников. Да, то есть когда валим лезвий, вы бежите между другими шариками, возвращайтесь в лей. Двигите прямо, у вас полежит лезвий. Двигите в шарик, вы сдохните от пульсации. Можно бежать к рейду, то есть вперед и налево. Здесь даже говорится о материальности. В общем, очень наглядно объяснять, если бы было на русском объяснении, то было бы вообще идеально. Но есть некоторая заковыка здесь. На нашем сервере немножко по-другому все работает, немножко по-другому картика исполняется, и давно мы уже по-другому все убиваем. Здесь как бы были основы. Давайте посмотрим. У меня на канале есть очень много видео за разные классы. Солу, Кот, Фурик, БДК, ШП, РДУ, Холик и СЛИК. Все, Агресс, 25 гер, все показано, заснято, как убивается этот босс. Давайте посмотрим ДДК, например, что-то тут октябрьское. Как тут у нас танчат боссы? Вот наддаун у нас начинает, это значит он будет танковать во тьме. Я здесь за БДК, я танкую свет и обденного голема вместе. Здесь для тех танков, кто хочет танковать свет, будет показано, как надо танковать. Вот он появляется голем, кидает целый тешку. Желательно, чтобы дальность оттешка была вкачана, вам будет намного удобнее. Короче, это самое. Вот как здесь мы так не играем, потому что это сколько получается? Это получается то ли 3, то ли 4, я уж не помню сколько танков. Но вот так в отдельности мы не держим этого голема. Хотя, не знаю, может быть когда-нибудь и будем, если будет танков убивать. Вот, на этом, в общем, остановимся. Основное вроде он рассказал, тут дальше этот видос. Это так себе инфа. Так. Получается, что? А за это время у нас людей не прибавилось. Сразу вопрос, можно? Что, идем у льду? Друид метку снимает снятием проклятия? Да. Понял. Маг тоже снятием проклятия. Шаман вкачанным талантом, где есть снятие проклятия, потому что магию он не диспеллит. Приз снятием магии. Паладин снятием магии. И кто там еще? Снивание заклинания, блядь. Ну, снятием магии, которое магические эффекты снимает. Я не говорю, как называется заклинание, но способность. Короче, это все желающие в этот призы на том времени нету, так синтека нету, хулипала нету. Так, танки, я и лошадь, ингрэн, допустим. Вон, кто-то еще зайдет сейчас, Big Dem написал, а не где-то там. Ну и вдвое, но... А вот это что за шаман? Валют или кто? Да, да. Как и палатин. Ну, это сегодня взяли человек. Хил, надеюсь. Энхи, эх. Ой, блянь, охути энхи нужны. Делай хила, брателла. Сразу. Если играть умеешь, то все дороги открыты. Энхи, это поебень. И лучше палатина, да? Ну, Аршама нормально, будет раз он шаман. С нуля такой хуяк, создал перс. Пало. Ну, вообще, пусть делают Аршама и Элема. Проще будет одеваться и туда, и туда. Пусть делают холи паладин. Это не будет холи паладина, дарихит. Состава я не вижу, но ульду. Ну, или зайдет кто-то, или что, или не зайдет никто. Ну, вон, Бигдэм, может, сейчас его зайдут. Бигдэм, Синтэк, да? Так, ну, допустим. Ну, ульду берем вот этих двоих, берем Синтэка и Бигдэм, а все. В принципе. Отдайду на минутку. Не, вот Вест, или я не знаю, Брэску. Мордан, чё, холик ты? Да цехо. Кого хочешь, выбирай, шип, я могу немножко побыть. Соломея, у тебя ретрик сколько дамажит? В соло 8, 500 без баф. А, ну, это еще в обычке тебе ходить. Ну, Энг тоже мимо. Вот эти люди не подходят. Потом, ну, Авиланя тоже слабо, блядь. Ну, я не знаю, выбора нету пока. Ну, тут, я не знаю, ну, вот Хэпал, допустим, Равиза. У нас хилов нету. Да, хилов нету. Нужен... Я хил ловит, заебал. Так, допустим, ты зайдешь с Хэпалом Свет и еще Синтэк, допустим, хилы есть. Получается, нужны РДД. Четыре штуки. А включить стрим, пожалуйста. А че там стрим? Пока ничего показывать. Пока. Вот, Некромантика. Мифик, где пропал. Там вообще все это несложно. Все, все упирается в реакцию. На шары надо научиться смотреть. Ну, потому что это приводит к лайпу. Увидел шар, увидел один раз, первый раз лезвие, как появились. Они второй раз появляются там же, где исчезли. Вот. И все нормально станет. В тьме там вообще проблем нет. Вся движуха происходит в свету. Вот. Вынос меток, это самая больная тема. Вынос меток должен происходить не так, что ты ждешь, что тебя заанонсили. Не так на расслабоне играть, как вы привыкли играть. А так, что вот метка появляется, ну, не знаю, ну, полсекунды, секунда дается на реакцию. Дальше ты выносишь уже. Если ждать, когда вам будут говорить это все, то это будет приводить к лайпу. Лужи будут большие. Они стелятся в двух мирах одновременно, эти лужи. И это будет все приводить к лайпу. То есть, реакция выноса метки, она очень много здесь значит. То есть, повешилась метка, ты знаешь, что она на тебе повешена. Ты ждешь каждую метку. То есть, каждые 20 секунд ты ждешь, что повешается метка именно на тебя. И ты готов ее выносить. И все должны быть готовы. Вот тут, потому что и два мира, как бы, и анонсить в двух мирах одному, это нереально. Ну, если есть кто-то, кто помогает, там тоже не факт, что человек... Да, тоже не факт, что человек... Ну, есть задержка. Вот эта задержка, которую человек, во-первых, увидит, что на вас метка. Потом он скажет, еще задержка в дискорде, пока вы это услышите. А потом еще задержка в мозгу, пока от мозга до пальцев дойдет, блядь. Это вот эти 2-3 секунды, они могут быть фатальными. Я могу поанонсировать, если что, тьму с метками. Ну, или свет, там без разницы, где игра. Ну, ты в свету будешь. Есть. А кем я иду вообще? Ну, престом, а кем тебе еще идти? Ну, мне престом надо, да. Не магами? С чешкой анролом. Ага, ждал. Ну, с плащом тогда, тогда с плащом. Погуби, блядь. Плащом, погуби. Да. Значит, запоминь. Да не плащом. Ими ты все погуби. Че, блядь. Я надеюсь, мы вы еще не убили всех боссов, потому что... Уже. Уже убили всех, ты че? Хуево. Не, мы туда даже, я туда даже не ходил. А, у меня просто слабость в общем это 10 минут. Ну, блядь, дай похуй. Ну, ладно. Ты, я... Ты, это, у тебя че-то лагает-то, я тебе кидал пати. Этот, кто вон, Равис, че, за тешных пала? Да. Так, и Вилаша, Лубнига. Вилаша, я вот не знаю, блядь, там Пашотто, это их нахуй. Лифт-ританка, может попробовать. И знает. Тоже хуйня такая. Чудар 4 лучше. Зачем 4? 2, святую, 2 в 7. Голема отдельно танчить. В 7 2 не надо, святую, надо 3. А, ну, тем более. Че думаешь, Голаша не выдержит, что ли? Да, ну, хуй знает. Материальность увеличится. Ахилить будет, как сейвы от 2, в принципе, сложно там. Опас, у нас не приходится. ДКшник, хороший вариант, что у него ЛПшка есть. Так. А контракт ты делал кто-нибудь уже? Пошлите, 2 ДД надо быстренько. Ты что, накурился, блядь? Ну, КТРТ, сейчас данный момент. Да пока там воин соберет, блядь, уже нав, успеем сделать. В смысле, соберет, мы в этот ВРС. Уже почти собрались. В ВРС-ку летим, мини-босса вбить. А, ну вы пока минников бьете, будет, я не буду. А хилить кто будет? Хуй на рыло или что, блядь? Какие контракты на? Там же есть у тебя хил. Ебанись, блядь, у меня 3 хила. Для подоеденов вон туда? Давай, хуйня не занимайся, плюсуй. Какие контракты, блядь, потом сделаешь? А, он уже зашел. Это есть там в ВРС-ке кто? Я поставь сначала. А, там портал есть. Вышли, вышли с инста. С инста вышли, там никого нет в инсте. Нет, я поставь, 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 нет, не поменялось. Ну, значит, кто-то в инсте был, значит, еще раз выйдите оттуда. Да, шаман, мы ушли, у тебя. Давай, поди кидай. Ну, плюс они куда-то, я хуй знаю-то. Все. Все, вроде бы менялся. Русунул. Так, хопал еще. Ну и попробуем. Здесь релок сделал, версия лаучера. Давай, пока шумоните, я пошел курить, короче, вот. Что, есть там лок у инста? Да, конечно, заходить, но хопала нету. Ну, тут или мне заходить, или тебе. У меня 10 метров обновы в лаучере. Ну, это не гигабайт, не 2. Не, я про то, что до этого 40 было, вот перед дисконом, сейчас 10. Только что релок сделал, появилось. Так, суммоним. Так, суммоним. Большинство и трэш почистим. Хурюка еще, кстати, нету. Какого-то он слабого заменить на него. Ладно, пошли трэш бить, там челики 4 логаются, непонятно. А, из-за этого мне говорят, что надо обновиться. Ебаный в рот, нахуй. Я понял, нахуй. Так и кидай корни на мобу. Этот, Blood Niga, ты тактику знаешь на РС? На Хэм? Ну, конечно, на Хэм. Мы же на Хэмке. Если такая же, что карта, да, да. Ничего не понял. Ставьте-ка такая же, что карты проявляются. Ну да. Ну ты танчил ее, опыт есть? Я больше хилил ее во тьме. А, за кого хилил? За Холли Паладина. Ой, нихуя себе. Представь, на цирке Холли Паладина во тьме хилят. Ну, я такое видел несколько раз всего. В основном на Сэршам вердруг был. Холли Пис. Типа Холли Паладин Фридом еще кидает. Ну, неплохо, если с тобой два хила. Ну, неплохо, если с тобой два хила. О, давай. Я сомнил в бельдов. Самая потная хуйня здесь у хилов будет и у танков. Остальное только выноси метки, да, замажем. Блядь, есть такая поговорка, Москва не сразу строилась. Ничего не бывает по щелчку. Ты думаешь, наш рейд безнадежен или что? Нет, я думаю, сейчас еще... Ну, я надед, надеюсь, все равно, что... Я думаю, мы в нем... Ну, просто... Какие сейчас с первого трая? Надо просто включить всем звук в игре, и там Холлион говорит небеса в огне, и сразу бежишь. Все. И тогда все проблемы отпадают. Все вайпы из-за того, что человек стоит и 100 тысяч на голову падает урона, отпадают сразу. Ну, блин, так приятно, когда 100 тысяч на голову падают. Да я бы уже успел контракты сделать, войдет нахуй, пиздец. Если бы зеленых. Да, займал ты со своими контрактами, блядь. Тут 20 человек сидит, никакие контракты никого здесь не интересуют. Так, давайте... Так, убить сюда 10 драконов. Так вы все равно не присумолились сюда же. Так это потому, что ты курил, блядь. Тут так-то трэш бьют. Силетей, блядь, хули. Сейчас уже 5 мобов и босса будем пулить. Контракты от гильдии будут. Так, надо подумать, кто у нас там свету маленьких будет заливать. Котам я что-то не доверяю, блядь. На пуль он нужен, по-другому. Так вот, их свет. Так, оттенек, оттенек, оттенек. Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok а кто создает материал для свитка брони начертания начертателя бизнес еще удалится что-то бесполезная профа хоть может венков лицам под зачарить и вот ну давайте как эти свитки делать на участке маленько разобрался с острова то рецепты дорого стоит ну да если бизнес то только с острова фармить жетоны покупать не обязательно персерк делает нормально продается но как сказать нормально пытаюсь смотря кому еще тогда по крайней мере продается не делит подать не мог нормально за две с половиной от наложения чар единственный плюс это доблесть дороже можно продавать через кристалл пропасти но он купил метательное пропаде зерк продал на пацаны за вас бизнесмену по поводу без коммерции а есть реальные цены так но отчет все если я не обижайся потом этот человек обижается на украшения нет он будет в ласке ты даешь ласки сами делает ночью чем доблесть продавать подписчиков 500 голды за ты давай выезжать со своими фласками надо это нас не к нас не надо масло и фласку тихо возника ты тут принимайте сюда вам что под фасками бы или под сопротами лучше пока подождите блять надо до босса дайте еще четыре три могу убить газу из те сумм он пришел будет не гонит этого обычки перелогайся пока ты логаешься пошли пулить значит я босса вожу и виланша вторую эту копию и третью это самый лингрен поехали ну вообще-то копия здесь 1 2 1 2 2 1 вы поняли про наши гильдии цирк при нас есть если закон называется аглопроход как целка 25 минут на что что не знаю хочу не какого то проходки он будет не минуты как как вообще вообще он не может идти потому что у нас полу рейд личный человек си так как я понял вес похода и веса суммонули просто так значит сейчас на этой перед тридцатью тремя я буду не зыбку сдавать оверхель сдашь этот самый масса кру и бабл на себя чтоб тебя волной не откинул чтобы ты продолжил танков хили готовь сейчас вот 39 33 даю не зыбку масса кру ты успел и бабу не успел походу на все теперь делаем чтобы до трех танков селелелся чтобы все силы доставали до трех танков ставим копии так чтобы до нас доставали из центра все у кого копия вырастает того больше на хилите прожимку отдавать ну соответственно милики можете разбежаться на разные копии только сзади их бейте вот эту хуйню на боссах стаки не копить по миллиону когда копия маленькая же шопы не должно когда вырастает надо осторожно ну короче сейчас это в вашей си будет пробивать все вырастет не зыбку закидывай зубы когда если чё фильм хилим на full танков войду ну прохильте блять алло блять войда ну прием стою пол хп просто он сейчас шутник они шутник за ебалку ну шоу того лингро мы уже шоу пола но и за инер и залейте этому его рахелью нахуй ну ты хоть говори вы хоть нахуй надо да да в пизду блять да он отхилился брус когда зубы водится терпеть уже некому дауде из под ебало нахуй не беги тут сука уйди отсюда в бок уйди блять культы босса копию мне приведите вам же сука нихуя не понимаете блять не это не ману не посмотрели нихуя ухила и хил молчит с нулем маны блять мы падаем да у него 100 к пункту равно не хилит нету никого нахуй не падайте ход кто там выйдете это силы короче стойте далеко на вас таки стакуются и бать у вас по 100 стаков 50 стаков то уже ноль восстановления и дальше у вас просто не хилится для мечей объясню значит рдд рдд все стоят на максимальном вот круги как вот эта полоса очерчена на максимальном уже вы стоите за хилами в центре в самом стоят хилы вот от хилов до танков и дар дд должно быть расстояние 30 40 метров с хилами в центре никто не стоит вот здесь вот где вот это пятно нарисовано здесь силы стоят из 5 силов стоит никакие дд тут с ними рядом не стоят если будете стоять рядом мы будем падать по кд блять милики ну на конях ездят и начинают копию бить когда это и если на них кидается метка вы разъезжаетесь заходите вы с хули вы лежите блять так долго мамонта не убирай то нам делать не так торопиться мы должны все прочувствовать можно и успеть да я говорю джайна если полчаса за полчаса убиваем риск тут же на нах тут видать этим и не пахнет для ну для тех кто не понимает давай проясним вот открываем значит ладно я сейчас пусть тогда а то мне приключения не работают можете открыть там у кого работает вкладка приключения и открыть болтара и прочитать способности его чтобы сделать шаг вперед нужно сделать шаг назад да нет чтобы сделать два шага вперед на раздел шаг назад иногда у нас наоборот получается три назад ты все придумаешь период это все придумываешь не не потом мы сидим за тактику на болтар и изучаем надо к хули ну давай не будем изучать будем когда он и стоять в куче нахуй и босс будет 100 стаков сразу ловить так это что будет лучше что ли ну люди если не понимают думают что это нахуй похуй поебать это похуй когда я не знаю когда у тебя блять ну танки по 100000 там хилы хилят по 200 тысяч там и дпс нахуй по 100 тыщу тогда похуй да действительно тут блять ну не то совсем пожалуйста обновитесь используя лаунчер вот пид версия нахуй я говорил что у меня такая же хуйня была но у меня была но я уже обновлялся еще раз что какое-то придут новые игроки в гильдии посмотрит на ебать нихуя себе дауны нахуй все блять поэтому блять ну старайтесь пони ну как сказать правильно внемлите блять а где а тут и не написано слышишь тут нету этого трэша блять умолеть и ты как эльф властей колец но пристан дайте к с блять короче тут нету нахуй это трэша блять в раз ну типа там только холен написан все это вот рыба мне готовы мы по пристам каску надо дать ну так готовьтесь а варихель чего валяется он не собирается вставать а где варихель ну-ка чекнем ножка а он что-то пишет мы было книгу будем смонить и он будет нас выгримали стоять десять тысяч лет у вас и вес с восьмой патри врачка вест брат туманси какой суманси он за инстом должен быть когда за инст ну вархель вылетел в игре его нет ну тут без холи пала можно попробовать убить медиков да конечно убивай на холи вперед я не буду без холи пала бить танк наху по пол хп стоит блять нету наху по 10 секунд без холи пала пойдем бить конечно кто будет хилит и исповедь дашь а потом что потом танку флешками до смешка блять этой флешкой блять я не знаю маша рыбака идти похитить для такую сюда что вот нету сумка ну а то 10 как на флешке бонус хуйня этот бонус да не заебись тяну на чтобы авто 4 добавляли это 10 не котируется осени как он говорит про приписку да я понял что нельзя я не знаю есть там проходка нет я хуй знает нахуй ну есть там проходка или нет без понятия нахуй у тебя не сумму нет нахуй для чего-то не а в резку 25 герами обычка не нужно я без понятия не знаю 25 оп нужно не нужна никакая ты дрочишь игра что ли но я уже обновил все там 10 мегабайт был ты своим ходом уже долетел я чё опять выкидывает ну чё вот у нас друид инвалид рестор так чё у нас нету больше никого взять еще пролистаем так друид инвалид а я сейчас зашел на форум вот рубины святилища gear получить достижение падения королевича а может просто не отменяли его и все может быть не отменяли колебта нахуй его не вижу блять а вон он нахуй лис час дам а вокал вечности до сих пор нужно и вы не поебывая мы блять учимся на он ключи опрос так с рамаса обсуждают сумму тиху люка туда мыливается надо вызвать его изгонять сгоняете нахуй куда спать пойду робышку не хочет пускать контент не освоены блять и разницу то чуешь блять заливал антента целый блин путеводителя так все короче иду запускать на коней там или разъедьтесь милики центр хилом оставьте rdd блять вообще на 40 метров разбегитесь во все разные стороны она подъебала не разбегайтесь вот 27 стаков 58 это значит вы раньше держите 73 нахуй 88 нахуй поебать 99 этой хуни не должно быть 40 там 50 стаков я понимаю куда вы разбежали разбегаетесь а тут просто стоите вместе на и он за из-за этого и хилится и и танка шутит дамаг наносит больше забирай я ваш день ваш там заберут кто тебя заберу и ваша с правого плеча босса появляется всегда копия вот какой который на меня смотрит вот с правого плеча это получается что вы там что-то и не веселить на блять вы можете уйти из подъебала то можете что-то сделать такое ну танки ну как вы там танки могут сделать просто дэшники стоят и не двигаются отмечаем за спиной ты подвел блять просто туда и все я его стал антил так вы его ты совела же снял его нет нет его ваша не танчил его он ваша после тебя второй раз вот эту копию все не надо это самое забирайте вот эту копию и борда он сдох а я балберс я или балом прибежался и достаю до 3 танки по подведите так уйдите отсюда уйди друля уходить интег собить надо встать так чтобы силы доставали трех танков слышно нет все вы заебись ты все нормально ну все блять главное на рыже все должны стоять вот хилы в центре с ними рдд не должны стоять рдд вот по краям то есть он как маг стал там он правильно далеко счет наркан тоже есть ходить и быстрее без рыбы без всего сразу на савиану сразу на коней сюда подъезжать пулю 321 но там надо снять будет иступление фонта нету я поменяю быстрее конечно нужен нахлубки вопросы злобный блять как ты не нужен дома же заебись сет и в десе нужен так метоньки вдруг от друга range как на синдре и из рейда выходим вот право-лево все правильно сейчас ебало на на озеро развернется из-под ебало уйдите будет дыхание он захиливать сейчас этого 3 объем гуся и начнем остановочку кто что танчит очень делает пошли только по стенке и на валентайсу залить значит влево право там поделите и вилаша с лингреном я на боссе заезжаем 3 секунды пуляем на коня на сергей на коня не пешком да бля он не мне не садится во он оказывается в когда форме воли не садится так пуляем еще три раз два три сука ревностный надо на дкшника я себе выбил чарку крутанул с утра лучше бы не крутил нахуй 1600 хп наху раз пять секунд ну повезло повезло топовая хуйня ну да когда хил и во тьме не хилят на подольше поживу и и и на ту сторону уезжайте петов уберите босса не с пульте как метки поставлю вот примерно как вот светится с полу так лезвие появляются ну либо так либо между деревьями это так лирика глазки мой ёбаный что это такое а элементарь спасибо на теперь будем ждать пока он возродится 30 секунд хули нельзя же убрать до петом чем можно какую-нибудь ласточку получить и все похуй лишь бы профит был подожди масло будет не если маслица дадут это вообще больше каждого а не дает масло вам что я гп только даю блять а ты охуел давай давай масло и фласку нахуй на рейд каждому тихо тихо масло в магазине сливочного ты так и так не пизди как будто ты не знаю там что ты ну лучше меня нахуй ты еще не ролел нихуя давай давай вот когда вот когда лучше меня рейды будешь зареливать и все это увидят тогда будешь пиздеть а пока что ты мусор ты никто блять регулировщик тебя тебя тут люди не знают и я тебя так-то плохо помню это так пиздишь как будто я не знают ну ты ушел в жопу у нас же как-то вроде бы дают только когда там звание повысят там через месяц вроде в гильдии да как состоишь у меня там звание гуся у тебя там так это самое значит дадите в пизду не кидайте ничего мне блять учебли на курились так сначала мы распределим кто где будет отыгрывать значит я последняя рыбку так теперь надо убрать какое-то тело на замену то это будет так значит мадан ты не мечтаю для такой хуйни ты в холле пристас пекайся так маги кто-то хочет почилить кто-то мне уверен в себе а давай вот все джейс такие еще ребят бля ну это хуёво конечно рога ладно покажет великов нас миликов миллиард 30-40 минут а кто будет этих миликов рогов ты хочешь убрать кто отдыхал ешь нормально будет найдем кого это самое заебал короче мальчим пришел маги кто-то хочет почти зачем не знаю это самое маги кто-то хочет починить не паладинами там нужны блять как ты я могу ты не можешь я магов спрашиваю вот давать ролл дс вечно пока посиди посты на стриме злобного возьму это все-таки бэр и мир так значит во тьме я танчу получается во тьме дамажит вся первая party значит свет босса танчит и голема и виллаша это значит обязательно его нельзя уронить то есть имею ввиду холипал и валентас хилят свет вот эти два хила остальные три хила во тьме вот по дисплею там сами договаривайтесь или мордаун или синтек бидону не не пусть не дисплее бидон твоя задача волну исцеления по мне остальные два хила тоже смотреть чтобы я не сдох будет пробивать пиздец дальше значит лингерн маленькие големы два роги на него напуливают если сядет будет один рога на пуль это самый важный момент то есть дать ему время набрать на 10 големах агро иначе они пошел тут всех значит как играем значит сейчас мы еще добавим в тьму значит овела не еще в тьме и кто там так роги свет эти свет только вела не о тьме так давай хурриканы оттуда блять слава ты нам подскажи кто из демонов будет в тьме кто светло вы его по демона что ли я могу успехом собески почему нужен демон разве ну трем хилам не помешает этот самый это а кто из вас лучше в тьме играет подумайте значит оба в свету будете это самое значит хуррик во тьму добавляешься в свету у нас а уешат мелких 10 големов два кота вот керус ностальгия вот они как основные ну и роги и хватит принципе на маленьких так теперь по дамагу чё у нас совы совы две штуки два мага шип и два лока против той пачки вот выходит значит голем большой из метеора мы сразу его не бьем потому что мы даем время и вилаши набрать лпшками на нем огром по к нему подходит еще тогда тоже не начинаем бить можно что-то кинуть такое что урода хуя не генерирует вот ну типа дотку там разгоняющийся вот и еще даем время ему там ну секунд 10 чтобы этот голем пожил чтобы он покидал у него рунический этот удар плюс ему еще на холионе нужно свечиться и вилаши ты помнишь до прошлый раз вот и только потом скорее всего это даже когда маленьких зальют только потом уже там не знаю процентов 80 хп станет у голема потом его быстренько зерга эти то есть быстренько по нему разгоняетесь одновременно свечитесь разгоняйтесь по боссу играем значит сколько вас 6 плюс еще милики плюс эти роги и коты по боссу играем по это поменьше потому что ну во тьме дп серов меньше а у нас еще трэш вот смотрим на материальность вот то что я показывал в видосе там немножко по-другому здесь материальность на циркуле а циркуле и сируса отличается у нас материальность показывается сука уберите коней своих нахуй заебали ржать этот значит вот эти проценты которые сверху на третьей фазе будет показываться они показываются двух мирах одна и та же строчка показывается то есть если там сядь это значит все нормально получаем если там порог это означает что так скажи мне это означает что в свету так свету ран и зоопарк больше до свету больше урона и во тьме он получать то есть по сути у него от неба в 60 процентов становится но там будет показываться 40 и там и там вот и когда вот мы видим процент 40 это означает что свет стопы стопать как будете ну милики сразу стопайте то есть два роги два кота смотрите сразу стопайте ну маги ну тоже стопайте потому что у вас доты висят и пускай они тикают потихоньку и вот как только 50 становится тогда это можете ну продолжать обновлять дот то есть цикл ротации заново там чтобы эти милики вас догнали до 50 будет такая такая штука сейчас посмотрим по объем пару раз возможно даже на 50 будем стопать ждать 60 чтобы тьма пережала нас и на 60 мы уже больше уронов босса внесем вот на это будем со временем смотреть но имейте ввиду 40 процентов увидели свет стопает тьма не стопает вообще потому что в тьме если будет сколько там если будет 60 показываться то есть если тьма пережала ну показывает 60 то есть в свету больше урон наносит то свет видит 60 и начинают больше босса бить даже если трэш есть вы больше в босса даете тычек трэш он по сути сносится очень быстро больше босса идут и тычек и до 50 он снижается то есть 40 50 60 мы играем если вдруг 70 где-то это значит полночку это значит где-то кто-то сдох и где-то кто-то не стопает к примеру если к примеру если будет это если мы сильно будем дамажить и будет 40 и свет еще будет продолжать дамажить автометом сдох одно тело мы в этом не знаем и будет 30 процентов показывать то это означает что во тьме 70 и там босс будет такой урон по танку носить ну просто его шот нет и все просто танка шот нет вот поэтому 40 50 60 так теперь по диспеллу меток в свету в свету за диспелл меток давай водик он будет отвечать ты будешь водик он диспеллить людей которые вну это 3 фазы касается не 1 а 3 в самом конце ты полностью смотришь за людьми кто выносит не отвлекая хилов на диспелл на потери этого гкд потому что им нужно держать двух танков то есть и исповедь и вышку и флешки там что-то ему на я понял вот потому что их двое во тьме во тьме ну за диспелл будет отвечать кто у нас мардаун да давайте я господа давай мардаун потому что хули пристан а вот вся основная работа будет на ржами и рдру ну на тебе тоже там те тоже придется попотеть имею ввиду что вот метка выносится ты кидаешь уже мвшку на этом обязательно тело и душа у тебя вкачано обязательно это хуйня должна быть у тебя вкачано еще раз какие хилы где находятся хули палс хули палс dc в свету остальные три во тьме там фридом и еще на метки надо кидать фридом и рарник савилане вы уже кидали значит первый второй распределитесь джаги должны быть одна синяя одна желтая и ауры 1 1 кастерская одном тьму должны быть там все это распределите но и эти паладины маги друиды и присты я думаю сами смогут себя диспелить до можно но во первых смотри кота надо здесь полить он скидывает форму теряет скорость бега кота дисплей ну кот будет во тьме правильно же нет к ты вскат и будет сверху цвету до цвету но во тьме бр ставить в бр в тьму это очень плохо вот маги могут до себя диспелить варахи вархеля хилов лучше с диспелить чтобы они на бегу какую-то хилку кидали да ну диспель по большей части но не знаю кто может из себя можете спалить два мага могут сейчас диспелить шалфир может сейчас диспелить ну и все на этом урок дисплеера каша может скинуть а где-то один раз но не может быть когда и поэтому тыкай по ним все равно он холид ринг холид ринг сюда давай в рейд пусть работает да конечно блять овела не чилить 2 шема пускай работают брать овела не на выход на годового не писать блять я уже говорил девы ну почему-то по 4 потому что он свету и ты в свету вы чем слушаете вот блять рассказываешь сидишь рассказываешь нахуй люди просто не слушают вот заебись отношения блять с этого начали по-моему кто где я все объяснял кто где блять могу еще раз повторить какой пидор кидает этот дирижабль баны в очко его все за суть сука еще и сделку от меня дирижабли раздаю бесплатно нах это вам веселиться хули если вред не хотите так теперь по фласкам давай посмотрим значит все кто во тьме так хуй с ним пускай д д пьют вроде не должно шутнуть то уберите нахуй обмены эти блять это сейчас я губы поставлю так во тьме значит третью ячейку открываем значит во тьме хилы три хила вот значит сопроты вот это для трех хилов во тьме не знаю кто взял блять надеюсь это был мардаун синтек и бидон блять а чё кому брать можно так теперь значит ласка на милика так рарник там своего козла успокой вот я забрал сплазочку мастер дм я еще не забрал седжио забрал рюк танку лид ринг так кирус ностальгия топа так теперь рдд так два мага две совы 2 лока так и кто остается это блять шипешник так кому еще там надо холипал и дэцешник чё пьют дэцешник на спд пьет да так вот спд дэцешнику так холипал чё ты спд взял так масло масло какое кому надо 2 на спд только до на милика сколько одно так ну мне необходимо так спд так ностальгия на милика сука но в третьей ячейке лежит фаска блять открой банк у меня гидбанк другой блять какой блять свой ну значит не будет тех ласки а ну ладно сейчас так кому я дал ворохель на спд масло кто-то спиздил ванной спд уже блять не поняла под моточка произошла этот нас не было траве так танки значит напоминаю значит этот лингрен основная задача это убедиться что мы бы на тебе и отвести их если вдруг близко к морде будет большой голем отвести их от большого голема то есть именно за этим задача смотреть у вилаши ну набор агронабор у этого у меня тьму крутить значит в хилу в свету свету у нас с голосом кто там вадикон шалфир там топа дохуя там людей с голосом валентас он валентас если увидишь что сложно играть там пускай кто-то другое носит а так ну попробуй поносить но если до 3 фазы дойдем во тьме короче во тьме во тьме вон давай рарник говори если вдруг кто-то с метку не выносит там ну насчет того куда бежать всегда смотрите метки есть три вида до лезвий во время лезвий и после лезвий вот которые во время лезвий это самое сложное и нужно нести между двумя шарами то есть и не отставая и вперед в шар не ломиться потому что вокруг шара идет пульсация 15 метров она также как лезвие домашний так все ставлю рыбу все класс кипел ну конечно танки танки войс надеюсь там было на этот д 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 так и вилаша готов так вот метка во тьме чтобы не сдохнуть от лезвий кружок все готовы за линию зайдите слезть из с коней там блять хватит там дрочится дает счет это на пол это метка лингрен это на пол называется цель цели блять вот смотри мордаун и сдох вот мордаун смотри на него черепок я поставлю смотри вещь он где стоит мордаун как дела там нахуй в метеории 100 тысяч урона нормально шелфир тоже дели же треш убил тебя посмотрим смерти о чем большом у меня романтика ну сорвали большого шелфира холиона атака на весность сорвал босса один опух такой на пол метеор давай на пол посмотрим спула был или нет а там он и на на меня и на него разделился и вообще там на пол был значит от все джо топы не было первого на полу она падает на напады мне это мы смотрим 0 тут так не получится блять прокатиться но на спине блять типа айда пронесет я видел сейчас сейчас пишите макросы есть они у вас или нет сразу спрошу есть макросы который таргет сейчас я скину хули вам макрос я даже спрашивать не буду просто скину макросы можете себе сразу же макрос сделать что в таргете живое пламя брать чтобы не искать его там блять control insert shift insert вот на макросах вы ошибаетесь на постоянно вот скинул в и и топа вот когда идет пул босса вешаешь на вилашу триксы и ну пиа первый на пол ну до падения метеора 20 секунд метеор падает 9 секунд големы еще несколько секунд идут до рейда до этого сейчас сорвали потому что в тебя просто кинул кто-то триксы все вот поэтому я эту сейчас ситуацию разбираю я говорю так это не я кидал ты не кидал вообще ну так смысл кидать если один кидает нормально он взял кинул туда блять ну давай я объясню ты ты просто я тебе объясню ты и сделай то что тебе я тебя услышал я буду делать как нужно я буду хорошо начали кидать на него мне ничего не только только главное ну сделайте так потому что мы видите ритаун тимбоса для того чтобы его положение было в центре это критично для этого рейда потому что лужи появляются в двух света в двух измерениях блять и положение централизовано его в свету и во тьме критично поэтому сделайте пожалуйста макрос каст таргет равно имя танка и вилаша запишите и вместо истерии маленькой хитрости вот сделайте пожалуйста чтобы именно на танк она пользуется независимо от того кто 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 станут в кого в цели держит босс на данный момент вот значит и седжу и топа перед пулом босса когда дается счет кидайте на вилашу этот макрос и начинайте бить босса вот ставлю рыбу окней а то сейчас вот второй метеор под ногу вообще упал кому-то я не знаю поставьте морда он как дела у тебя я тут черного метеор не видишь или что в звук и в игре включи и слушай тяга этот адб мы вижу да блять сделай так чтобы ты видела не так что ты сто тысяч на голову падает тебя 10 включи выключи дбм и включи звук он нахуй тебе дбм нужен там босс говорит небеса в огне ты должен это слышать если ты это не слышишь ты проебешь дбм блять там под ногами метку видно куда метеор метка под ногами уже 22 секунды метеор летит остается 7 секунд до падения блять две секунды еще блять пиздец да хуя ну да хуя так еще задержку человека но включим дать реакцию вот тебе это и вашего тебя фласка где где рыбу кушай а рыбу покушал тебя фласки никакой нету что не могу понять чарлингрен есть нет сюда есть значит это так все готовы дает счет вот сейчас же хитрости не вижу вот это то что они раньше имеют это поздно но надо подбегать к нему на коне для чего те конь дам смотри чтоб к трешу откатилась это хуя они все равно не все правильно готовьтесь метеор помежали а вот там нормально сейчас все потихоньку аккуратненько заливаем на голема а гру тоже вам смотрим чтобы он в рейт не пошел все нормально метеор готовки с 3 секунды перемегаем два процента до фазы стоп по вкусу стоп по боссу сейчас трэш трэш убиваем быстро стоп нити по боссу там один процент сейчас трэш сначала зальем потом переведем еще лужи должны исчезнуть босса не трогайте три десятых быстрее быстрее трэш зергать и большого быстрее 1 10 все пошла фаза готовимся с треугольник отцу свет вылечит нет ты в тему заходишь помогаешь потом на третье выходишь там хапал один остается сейчас с танком так он и силовы так смотрим внимательно следующий сектор начну крутить вот сейчас до лезвий 10 секунд вот этот сектор начинаю крутить сетевой да двигаемся вот эя и притон как дела у вас братья расскажите мне пожалуй это марган марган пока такое будет блядь ирана ты рано себя листы я сене спорта муна ты я очень рано за дисплей куда вы под ебалом бежите блять возвращайтесь не так к этому как он называется к лицу блять ему кто дисплей человек до стенки дошел потом сэнджи злобный на как сдох а в лезвие забежал молодец все объяснение поджопу у меня у меня я не в лезвии был не рассказывай блять ты забежал в шарик на то что я объяснял ты прослушала игру шарика пульсация 15 метров радиус бьет как лезвие все слышали блять вы минуты не торопись дисплейлить кто там здесь ложимся вы чуть не видите печеньки не видят нихуя вообще заходите в тьму падать печеньки может стоять духа сними вред не вот вы нас не заходите босс не соведелся все теперь сводился заходите притон и я как дела лезвие не видно нихуя я вам сколько раз объясняю вы сначала посмотрите на лезвие сука не домашний ничего не диплете блять мы потом мы убьем этого босса только вы должны увидеть лезвие вы должны не сдохнуть для начала блять ну как вы будете дамажить если вы лежите как мы будем убивать то босса с вами почему так сложно это понять и сделать блять у вас просят же увидите лезвие куда ты бежишь в шар нахуй появилась активируясь лезвие ты бежишь прямо в шар блять когда активное лезвие блять это мне надо стоять с вами в рейде и говорить как бежать кому нах по-другому я не знаю как вас научить когда активное лезвие вы должны смотреть на тайминг между лезвиями 20 секунд нет лезвия 10 секунд есть 20 секунд нет 10 секунд есть когда активное лезвие два шара пульсирует вокруг них на 15 метров дамаг идет каждые 25 сотых секунды по 50 тысяч там ваншот вы забегаете в пульсацию она 15 метров радиус от шарика и там ваншот также как лезвие дамажит аналогично сферой тему и называется пульсация называется смерти это не будет указано в антонисте когда нужно дисплеить потому что я не вижу я в крылье упираюсь тогда я не знаю тогда это не для тебя игра давай я буду значит считай секунды смотри боком смотри вперед смотри ну параллельного лицу босса смотри ту сторону чтоб ты видел с левой стороны люди метки выносят справа чтобы босс у тебя был спереди и справа так сделай расположение камеры удобно вот его макроса нету на камеру он он злобный друль а сферой тьмы вон у меня в рекаути написано это значит и забежал в шар и я с притоном встаньте в кружок блять для кружок для кого стоит я на максимально рандру камеру отдали вообще на максимально не знаю кто тьму сейчас диспелил вы диспелить и очень рано дайте человеку добежать до стенки и диетка что вы рано диспелить она будет ну да в дальнейшем мешаться потом этот рарник свой холид ринка вы фридом и распределили кто первых 2 я первым пробоку диспать боков все проверка вы только фриды мы вы главное не диспелить из поле там этот сам притон дает счет на коне если стену придется на наш не что ты стена не что ты и тело и душа не забывай кидать и ускорялку кидаешь но если не за что он конечно да кто в валентас нищету его тьме исповеди играет там флешками узнает метки разгоняет он потом идет вот смотри мордаун просто смотри да да ну а что да 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 хули да ну вот смотри вот я на тебя черепа стал ты стоишь как ты стоял метеорий так и стоишь вот как нам сейчас чё нам делать мы не захилим просто как ты это объяснишь этот ностальгия риса его немножко вперед под идеей поле поле вставай быстрее и дариму заливайте ностальгии керос сразу же каску я ступали стопаем дамаг по боссу дамагом но не писал дамаг стопайте по боссу сейчас сначала трэш зальем там еще дотки подобный босс переход к на 75 нам еще трэш надо пачку слить за один ветер точно злобный все трэш и трэш зеркать и босса потом переводим все босса больше переход к 1 процент готовимся после чего сеть мы не считала я завис вы зависли для нет 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 я знаю что по заходили то я не знаю я не знаю кто заходил я зависшим я зашел красот ну падайте вот теперь я зашел человек терусы вижу сдохли вы уже зайдите слева блять умрите ну давайте давайте падать хули раз раз все упали уже да кого там два тела упала могу все валентас упал блять хули он жрал блять я стояли и знали пока он усвоит говорит керус и я нахуй ну нормально да мы не видим танка мы просто так зайдем но у нас ну как как-то называется сними дух блять умрает меня люди вы заходят у них игра вылетает вот босс увиделся теперь заходим покидаем тело и заходим покидаем тело тогда когда светился босс блять если не хотите что у вас вылетала игра и мы засидели 10 часов еще раз танк танк должен исчезнуть в портале нужно должны прочитать про себя там ну одну там две секунды и только потом заходить на танка надо смотреть они самостоятельно самовольно что-то делать блять вы сюда пришли мы если так будем играть нахуй будете вайпаться и не до седьмого пришествия блять вот рыба и я и керус как дела блять кто вам сказал заходить почему вы зашли и сдохли блять я вижу нормально нахуй просто сдохли блять так не делается блять смотрим ну хули не видно меня наверно вот метку поставил на мете как их зовут по фреймам все видно я не знаю у меня году я вижу все кто рядом кто не рядом приятно тогда